Приветствую вас. Если говорить о том, как быть в этих ситуациях непосредственно, то я бы рекомендовал, конечно, психотерапию, то есть я рекомендовал бы именно вот обращение к психотерапевту, да, к психологу, вот, обращение. Для того, чтобы решить ваши трудности как раз таких психотерапевт, потому что, ну, потому что самостоятельно вы их, скорее всего, разрешить не сможете, вот, иначе бы вы уже, ну, это сделали бы, я полагаю, вот. Поэтому, если говорить о том, как быть в такой ситуации, то в такой ситуации обычно обращаются к психологу, вот, и, соответственно, решается проблема непосредственно с психологом уже. Вот, да. Что касается того, как быть. Теперь, что касается агрессии. Это злость. И злость связана с тем, что вы, вероятно, не защитили себя вовремя, то есть, ну, когда это было для вас актуально, например, когда вам этого хотелось, вы не выразили свои чувства, когда их, например, испытывали, когда, например, их вы, ну, переживали в год. То есть, у вас не было такого, скорее всего, что вы прожили свои эмоции. И, соответственно, сейчас эти эмоции управляют в себя в виде вот такой агрессивности. Такой агрессивности. А я бы сказал, что подобно вполне нормально, то есть, если человек вот, ну, зажимает свои чувства, если человек, если человек в свои переживания только как правил он. Так в принципе свой происходит. Вот. Да. Расставание с парнем, безусловно, это травма. Это... Эээ... Правма серьезная. Эээ... Эээ... Довстапочно серьезная травма. И... Конечно... Вероятно, вы пытаетесь это прожить, ну, как-то сами. Да. То есть... В одиночку. Ну, у вас... Это не получается. Вот. Вы говорите, что до сих пор не можете его забыть. Я пытаюсь, но ничего не получается, вот. То, что вы не можете его забыть, это определенное чувство. Вот. И... Что это за чувство? Нужно смотреть. Вот. Нужно смотреть и помочь вам с этим разобраться. Это чувство правда. Вот. Которое вы... Испытываете. И которое у вас... Грубо говоря, болит. Грубо говоря. А... Вот. Вот. Как-то так. Я думаю, что... А... Вы... Вот. Вот. Вы... Вероятно, запрещаете... Себе... А... Злиться. Ммм... На своего... Молодого человека... Ммм... Обвиняя себя... В том, что произошло. Вероятно. А на родных проецируете эту злость на него. Это важно понимать. И видеть в себе... Подобно. Подобно. Тенденции. Ну вот. А... Не менее важно и то... Как вы относитесь... Не менее важно и то... Как вы относитесь... Эм... Ну... К... К своей агрессии. Вот. То есть, ну, как вы воспринимаете ее, насколько вы внимательны к себе, что вы делаете в этой агрессии? Ну, я бы позамечал бы, как это у вас происходит, да, потому что в этой агрессии есть много обидок какой-то, может быть, скорее всего, боли. Вот, здесь нужно, опять же, предельно внимательно и четко смотреть на именно сам процесс возникновения и протекания переживаний, потому что именно там находятся в общем и целом все ответы, как мне кажется, которые вас волнуют и беспокоят. Но, опять же, повторюсь, могут быть разные варианты и не только. Например, расставание с парнем может на вас влиять. Например, вы говорите, что практически каждый день в целом наступает агрессия, но когда это началось, или после? То есть, вы говорите, что вы четыре месяца назад порастали с парнем. Тогда это началось или после? Вы говорите, что совершенно ничего не хочется делать, плохо учиться стал, хотя раньше такого не было. Это вот про потерю смысла, да, это похоже на последствия расставания. Вот, и знаете, здесь важным моментом является, как мне кажется, не само расставание даже, хотя безусловно это болезненно. Важнее то, что вы почему-то такое значение придавали парню, что без него у вас теряется смысл в смысл. По факту. Вот, что интересно, как мне кажется. И, соответственно, на это я бы в первую очередь и обратил ваше внимание. На то, насколько вам вообще ваша жизнь интересна, на то, насколько вы вот вообще интересуетесь, ну, интересуетесь, свои, ну, вот вы говорите, что, значит, там, ну, что вы учитесь, что вы говорите, что, вот, что вы учились, там, раньше вы учитесь, теперь вы учитесь хуже, хуже. Вот, очевидно, что вам это неинтересно, ну, вот, ну, иначе вы бы учились, понятно, вы бы учились лучше, если бы вам не было интересно. Ну, вот, и, соответственно, вопрос, как бы возникает, да, насколько вам интересно учиться. То есть идея-то здесь в том, что вам неинтересно учиться, вот, в чем штука. Вот. Соответственно, это вот то, на что вам, как мне кажется, нужно обратить тоже внимание. Вот. Потому что, вот, все, как бы, взаимосвязано, если вы чересчур много придаете значения парню, то это только потому, что меньше значения придаете себе, ну, вот, само себе. Вот. И, соответственно, проблематика здесь примерно вот такая, в такой момент здесь возникает, как мне кажется. Вот. Как-то так, наверное, можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что это было вам интересным. Хочу поделать вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. incu podob. Ты великод上. Да, Wyoming? Эти не считается, все, тем нечетесь. Эта ю اور Этименника. Сofень. Этаutta. Эта тур.